Наше путешествие по России продолжается, и мы направляемся на самую восточную оконечность нашей необъятной страны, город Владивосток. Ранее в своих поездках мы постепенно продвигались к этой цели. Сначала изучили горный Алтай, затем добрались до Байкала и Монголии. Конечно, было бы неинтересно просто доехать до Владивостока, поэтому мы решили по пути следования посетить города Красноярск, Улан-Удэ, Благовещенск, Хабаровск, поселки Аршан в восточных Саянах и рисовую пать на побережье Японского моря. Обратный путь тоже не должен был превратиться в рутину, и возвращались мы через город Кызыл в республике Тыва, далее в Томск и Новосибирск. Наше путешествие заняло 33 дня, при этом в общей сложности мы преодолели около 22 тысяч километров. Наше путешествие по России продолжается. В предыдущей части мы посетили Иволгинский Тацан и дальше направляемся в административный центр Амурской области, город Благовещенск. Путь от Улан-Удэ до Благовещенска составляет 2200 километров и занимает два дневных переезда. По дороге мы проедем Забайкальский край и остановимся с ночевкой в городе Сковородино. Начало нашего пути пролегает вдоль реки Селинга. Места здесь гористые и очень красивые. Недалеко от села Тарбагатай расположилась одна из достопримечательностей, встретившихся на нашем пути гора Спящий Лев. В этом месте река Селинга делает поворот и уходит в сторону Байкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В городе Сковородино мы остановились в гостинице Смак, а утром направились дальше, на восток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Благовещенск мы повернули с проездом возле города Свободный. Корректор А.Кулакова В Благовещенске мы сначала заехали на автомойку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Остановились мы в гостинице Анкор. Торговый дом Чурины Компани. С 1952 года дом офицеров советской армии. Ныне Амурский областной дом народного творчества. Памятник Петру и Февронии. Памятник Святителю Иннокентию. Амурский областной краеведческий музей имени Новикова Даурского – один из старейших на Дальнем Востоке. Основан 16 августа 1891 года по инициативе Благовещенской городской думы. Его открытию предшествовала выставка, устроенная золотопромышленниками в честь приезда в город цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Здание торгового дома «Косицын с сыновьями» основано в 1890 году. Купцы Косицыны входили в число самых знатных и богатых малаканских семей дореволюционного Благовещенска. Их представители неоднократно избирались гласными городской думы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усадьба купца-золотопромышленника Котельникова 1890 года Изначально каменная усадьба была двухэтажной, затем был настроен мезоним Сверху открывается великолепный вид на набережную Амура Здание по улице Шевченко-2 ранее принадлежало Товариству Амурского пароходства Тогда Амур был в двух шагах В мае 1910 года его выкупили для Благовеченской таможни Сейчас административное здание Памятник генерал-губернатору Амурской области Муравьеву Амурскому Напротив Благовещенской через Амур расположен китайский город Хэхэ Расстояние между этими пограничными городами всего 750 метров Конюшни, казармы военных, доты, ледник с мясом, торговые ряды, заводы и фабрики Сто лет назад самая красивая часть Благовещенска выглядела именно так Теперь на набережной Амура построены элитные высотки, просторные площади, триумфальная арка, памятники и другие достопримечательности Это самое популярное место для прогулок горожан Бронекатер-памятник кораблям Амурской флотилии Променад достаточно широкий На две параллельные дорожки его разделяют газоны и клумбы, ограниченные каменным бордюром Повсюду установлены скамейки, торшерные фонари и вазоны с цветами, выдержанные в одном стиле Зона отдыха набережной украшена просторными лужайками, невысокими молодыми деревьями Музыка 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 Слушаем, как пляж там что ли, похож такой, да? Ротонда выстроена возле памятника пограничникам на небольшом возвышении, ограниченном парапетом. Ее прозрачную крышу поддерживает несколько мощных колонн. Продолжение следует... Пограничная вышка Пограничная вышка Площадь Победы Торговые ряды Мавритании Эффектное одноэтажное здание постройки 1907 года Выполненное в готическом стиле Триумфальная арка Выполнена в псевдорусском стиле Копия сооружения конца 19 века Воздвигнутого в честь приезда в город цесаревича Николая Универсальный магазин торгового дома Чурин и Компани Конец 19 века Продолжение следует... Памятник основателю легендарного ансамбля ровесники Вячеславу Белоглазову Сквер имени Белоглазова Второй магазин торгового дома Чурин и Компани и братьев Платоновых Построен в начале 20 века Памятник погибшим милициалам Каланча, построенный Рыбаковым крестьянином Нижегородской губернии Ордатовского уезда уже более 100 лет возвышается Над зданием бывшей пожарной части Храм иконы Божией Матери всех скорбящих радость был Заложен как домовая церковь при епархиальном женском Училище в 1904 году Построен на средства меценатов Левашовых Василия, владельца нескольких золотых приисков И его жены Ольги Последняя, будучи попечительницей училища Также подарила храму иконы и богослужебные предметы А после смерти была погребена под полом храма Освящение церкви последовало 24 октября 1907 года После революции в здании бывшего епархиального женского Училища располагалась морская база Затем отдел народного образования и педагогические курсы С декабря 2011 года храм вновь стал действующим Бюст режиссера Валерия Михайловича Приемохова Храм архистратига Божия Гавриила и прочих небесных сил бесплотных Православный приход в бывшем здании католического Костела утвержден в 1947 году А в 1946 открыли православный приход в Благовещение Божией Матери, которому передали здание бывшего костела, построенного в начале 20 века, поскольку ни одного православного храма в городе не сохранилось. Ныне подворье свято-троицкого мужского монастыря Алексеевская женская гимназия основана в 1911 году. История этого дома вся пропитана тайнами и легендами. Сейчас в этом здании расположена четвертая школа. Кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы возведен на особом благодатном месте, с которого Покрова начиналась история Благовещенская. В 1857 году здесь, на возвышенности, казаки-первопроходцы построили первый дом города – Свято-Никольскую церковь. Рядом с этим деревянным зданием, спустя 20 лет, в 1879 году появился первый в городе каменный православный храм в честь Покрова Божией Матери с двумя пределами – в честь святителя Николая Чудотворца и святителя Иннокентия Иркутского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закончился день и мы отправились любоваться ночными видами города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Вот и закончился осмотр достопримечательностей города Благовещенска И наш путь лежит в село Ивановку Благовещенского района